Приветствую вас! Я прочитал ваш вопрос, значит, и думаю, что готов дать вам на него ответ, ну, по крайней мере, высказать свое мнение на тему того, что у вас произошло. Итак, значит, возьму я посылу с самого начала, вы пишете с самого конца, значит, так, помогите, пожалуйста, пишете вы, вы просто нас поможете. В чем помощь заключается, по-вашему? Вы не задаете вопрос, вы говорите помогите. А помочь в чем? Чтобы вы не переживали, например, или чтобы он не преподавал, или чтобы вы не ревновали, или, может быть, вы вообще хотите избавиться от него в своей жизни и так далее. Что вы хотите, Екатерин? Вот, это, пожалуй, первый момент. Второй момент. Нормально ли то, что он не собрабатывает, даже не предупреждает о том, что ушел? Да, это нормально, потому что вы, во-первых, какое-то время не общались, и не общались вы из-за предательства, теперь он, скорее всего, вам не доверяет, например, что обиду не держит. Вот. У него, ну, давайте будем честны, у него действительно может быть девушка, у него действительно могут быть отношения еще с кем-либо, просто потому что, ну, просто потому что вы не общались какое-то время с ним. И нужно сказать, что если вы друг с другом не общались, то не только вы отвыкли от него, но и он отвыкли от вас тоже. Вы вот, как будто об этом-то забываетесь, что не только вы отвыкли от него, и поэтому я думаю, что вот этот момент вам нужно обязательно для себя выяснить. Он вам не муч, как сказал мой коллега, он вам не родной человек, он вам, ну, действительно ничем не обязан, чтобы вы от него требовали вот такого отсчета, такой отсчетности. Тем более, что вы не общались, повторяю, какое-то время, и молодой человек не просто привык без вас, но он еще и отдалился, он научился жить без вас. И самое, что главное, это то, что он вам, ну, может не верить больше, потому что вы его один раз обманули, и это может, соответственно, случиться в нос. По мнению, ну, по мнению молодого человека, это может произойти, что вы его обманете. Ну, про обман я вам еще обязательно скажу, про обман я вам еще скажу. То есть, здесь вот непонятно, откуда у вас притязание подобного рода к молодому человеку. То, что вы переживаете, то, что вы волнуетесь, а вдруг он там в другой гуляет, так, может быть, и гуляет. У вас же виртуальные отношения, вы даже, как я понял, не договаривались, что будете вместе, вы не договаривались о встречах. Или, по вашему мнению, как, парень должен удовлетворяться тем, что у него есть виртуальная подруга. Но это, может быть, и не плохо для вас, но его это вполне не устраивает. Кроме того, если у него были какие-то планы, то вы их, сейчас эти планы, совершенно не обсуждаете. И я полагаю, что в этом, ну, точно есть определенные, ну, определенные важные моменты. Потому что, если вы не обсуждаете, если вы не обсуждаете то, что вы будете делать с ним, если вы не обсуждаете это, то откуда взять чему-то? И самое главное, на чем базируются ваши ожидания того, что, ну, что будет вас, там, не знаю, ждать и так далее. Вот, вот что, в принципе, важно. Поэтому, я думаю, я думаю, что, я думаю, что на этот вопрос вам, как-таки, тоже нужно ответить, нужно подумать, проанализировать, что лучше вы хотите вы и так далее. Вот, значит, теперь, дальше мы с вами, наверное, пойдем непосредственно по вашему тексту, дабы все разобрать. Так что, где-то в марте, недавно, я познакомился с мальчиком в игре. В марте вы познакомились с ним, значит, сейчас у нас май, март, апрель, май. Прошло, ну, всего несколько месяцев. Я познакомился с мальчиком в игре, очень хорошо общались и у нас завелись отношения. Скажите, а вот отношения, отношения по вашему, по вашему отношению, да, они вообще какие? Вот какими, какими они должны быть, эти отношения, понимаете? Вы говорите, мы просто хорошо общались. Ну, так-то, так-то оно может быть и так. Может быть, вы действительно хорошо общались. Но вы же понимаете, что короче общение и отношения, это далеко не одно и то же. И вам надо бы как раз таки вот для себя, со мной и подумать. Когда закончилось общение и начались отношения? И закончились ли отношения у вас реально? Потому что мне, например, не показалось, что у вас отношения начались. У вас как было общение, так оно и осталось, как это видится мне. Конечно же. Потому что, ну, вы можете со мной быть не согласны, я понимаю это. Но, тем не менее, суть от этого не меняется. За несколько месяцев, за несколько месяцев, вы в интернете заводите отношения. Как это возможно? Далее, все бы ничего, но я пострелил с подругой в конце марта. Почему и за чего? Она была знакома с наим парнем. Как? Если вы познакомились в игре, она тоже играет или что? Как они познакомились? Значит, и рассказала ему многое про мою личную жизнь. Ну, что могу сказать. Вид, конечно, да, очень печальный. Дело в том, что я ему шелкала, брал свой возраст. Я хотел рассказать ему со временем, но подруга опередила. Почему солгали про свой возраст? Давайте набираться. Почему про возраст солгали? Что такого страшного в этом возрасте? Ну, для вас, например. Зачем мы говорим про возраст? Понимаете, что вы понимаете, что это своего рода неприятие себя? Таким образом. То есть, обманывая человека на счет возраста, вы как бы говорите ему, что вот смотри, я себя не принимаю. Вот смотри, я там, ну, как-то вот еще, да, вы можете сами дополнить, я думаю, меня. То есть, вы, по сути, себе подписываете, ну, не приговор, конечно, но вы как бы признаете в том, что вы себя не принимаете. А значит, если вы себя не принимаете, то молодого человека, который, ну, который с вами в отношениях молодого человека, вы используете. Вы используете именно для каких-то вот своих целей, что, опять же, не является чем-то хорошим, что, опять же, не является чем-то правильным, что, опять же, не является чем-то обыкватным, чем-то партнерским, скажем так. Понимаете? Вот. То есть, момент здесь именно вот такой. И вы не принимаете себя все же. Соответственно, если вы себя не принимаете, то вот вам первая проблема. Это вот и есть, на самом деле, первая проблема. Ваша первая проблема. Это то, что вы сейчас человеку не рассказали про свой возраст. Почему-то. Вот. Вопрос, конечно, очень интересный, почему. Вот. В отношения вступили, про возраст не сказали. Как тогда отношения это вообще вы строите, если человек даже возраста вашего не знает? Что это за отношения такие странные в таком случае? И отношения ли это все-таки, может быть, это не отношения, а, может быть, это все-таки обычное общение, которое вы посчитали отношениями, потому что вам, например, этого хотелось. Ну, это, опять же, вариант может быть более вероятный, но вы же сами так не считаете, вы же не согласны с этим, как я понял. Далее, значит, вы пишите, эм, так, где, так, про возраст она сказала, что это очень плохой человек, парень так не считал. Рассказала про мой возраст. После того, как он нагнал мой возраст, мы перестали общаться. Он обиделся, что я не сказала право. Ну, это как-то странно, молодой человек обиделся, либо мужчина незрелый очень был, ну, по возрасту, либо он очень незрелый был, либо, ну, за него это очень важное значение имело, вы пренебрегли этим, опять же, потому что не знали. Не знали его, не знали о нем ничего, не знали о том, что для него важно, важно для молодого человека. Знаете, это вообще довольно, довольно похоже на правду. Так, если подумать. Ну, вот, но в любом случае обида, после которой мужчина как-то вот прекращает общение, это свидетельство от того, что молодой человек, например, ну, совершенно не готов к тому, чтобы с вами преодолевать трудности. Ну, опять же, поправьте меня, если я ошибаюсь, да, но вы с ним хотели отношений, вы с ним готовы были продолжать отношения, да, поправьте меня, если я ошибаюсь, пожалуйста. Вот, вы были готовы с ним продолжать отношения, но вот так получилось, что он, значит, ушел. Вы, значит, вкоре он мне написал и сказал, что обиды больше не держит. Ну да, то есть, если случится что-то, что ему не нравится, он вот обидится на вас, вот так вот, и все. И, собственно, сколько хочет пробудет, сколько хочет пробудет в обилиях, а потом опять к вам вернется, вам напишет, ну, как только, как только вот, ну, как только созреет. Ну, опять же, момент-то здесь какой. Готовы ли вы принимать это или нет, понимаете? Потому что, если вы готовы это принимать, то молодой человек так и будет поступать, а что, почему нет? Его все устраивает, как я понял, и ему все нравится, опять же, как я понял, и почему, почему бы и нет, почему бы так же себя не вести, например, с вами. Захотел и обиделся, захотел, вернулся с Доро. Красота. Осталось только понять, почему вы все это принимаете, осталось понять только, почему вы с этим соглашаетесь с тем, что вот он так себя видел. Ну да ладно. Значит, я, конечно же, обрадовался, и мы начали общаться. Чему вы обрадовались? Вы не говорите, сколько времени он вам не писал, но, полагается, что это все время, все это время вы что, вы скучали по нему или как, что было? Что происходило с вами? Как вы себя чувствовали в это время, в этот момент? Это тоже, на самом деле, очень важно, потому что, если вы его ждали, то это, ну, к сожалению, скорее всего, это зависимость тогда, любовную у вас от молодого человека, и, соответственно, как результат, чрезмерное погружение погружение в иллюзии, в иллюзии, которые вот у вас есть, иллюзии, иллюзии образуют, кстати, образы, образы, например, вашего молодого человека. Далее вы пишите, что наши разговоры часто бывают короткими, потому что за месяц я отвлекал от него и не могу найти с ним общий язык. Это нормально, это понятно, что вы отвлекли, значит, значит, вы все-таки не совсем друг к другу подходите, что, в общем и в целом, нормально, вот, и это, опять же, естественно, это, опять же, в порядке вещей, то, что происходит с вами, и в этой ситуации, в этой ситуации, мне непонятно только одно, почему вы, несмотря на то, что вот у вас явно уже почти, ну, по сути, ничего общего не осталось, почему вы все равно к нему, к молодому человеку, ну, стремитесь, почему вы уделяете ему свое внимание, например, почему вы как-то вот уделяете ему свое время, зачем вы это делаете, почему вы это делаете, если у вас уже ничего общего с ним не осталось даже, так зачем, зачем тогда вам с этим молодым человеком вообще взаимодействовать, согласитесь, это, ну, как-то вот, не очень, ну, не очень укладывается в какую-то единую схему поведения, да, вот, далее, значит, я уделяю ему достаточно своего внимания, не пытаюсь ругаться с ним, а ругаться-то по какому поводу, вы солгали, он вас простит, зачем ругаться, я хочу ему показать, что вот, вот я всегда же веселая, добрая пускатер, значит, я хочу вернуть наши отношения, как, если между вами нет ничего общего, если вы, судя по всему, не встречаетесь, зачем возвращать отношения, как вы их себе видите, как вы их планируете, ну, я стал замечать, что вот он пропадает, он уходит на сутки и ничего не говорит, ну, я полагаю, что здесь вы, опять же, идеализируете его, то есть вы трезонируете себя так, как будто вы близки настолько, насколько вы не близки, к сожалению, то есть вы не близки настолько, чтобы молодой человек посвящал вам все свое, например, свободное время, вы не близки настолько, и именно поэтому человек и промадает, он понял, он научился жить без вас, он научился, он умеет жить без вас, он знает, что такое жизнь без вас, и он, именно поэтому, именно поэтому он и пропадает там, кто у него, за время, ну, за время взаимодействия с вами, за время общения с вами, у него, значит, ну, произошла некая такая, скажем так, адаптация, да, у него произошла адаптация. Адаптация именно вот к тому, что, ну, он теперь умеет жить без вас. И это нормально, это нормально, это нормально, адаптации не произошло только у вас. И связано это с тем, почему вы вообще вступили в эти отношения. Я имею в виду, связано это с тем, как вы позиционируете себя в этих отношениях. Почему вы выбрали виртуальные отношения мальчику в игре, а не реального мужчину, с которым можно встретиться, там, вступить в физический контакт, вербальную, вербальную, невербальную, невербальную связь настроить, и так далее. Вот. И помочь, ну, я вам рекомендую, если говорить о помощи, то здесь, во-первых, как вам и сказал мой коллега, настройка на реальные отношения. Это действительно так. Настройка на реальные отношения. Дальше. Это отсутствие какого-либо давления на него. Это переключение с него на других парней. То есть, чтобы он у вас был не единственный. Потому что единственный мужчина, он вот у вас порождает вот такую вот, ну, не очень хорошую, мягко говоря, реакцию, которая вам, лично вам, опять же, ничего позитивного не несет. Вот именно вам, вот именно вам такое поведение, поведение, ничего хорошего не несет. И для этого нужно просто-напросто рассредоточить своего мужчину. То есть, сделать так, чтобы он у вас был не единственный. Вот. Общайтесь с другими ребятами, взаимодействуйте с другими ребятами, значит, ну, общайтесь с ними, стройте отношения, вот. И вместе с ним, вместе с ним общайтесь и с вот тем мужчиной тоже. Ничего тратного. И хорошо, что вы будете с ним общаться больше бухгалтеров, больше всего. Больше всего не надо его ждать. Это вот ошибка самая большая, что вы ждете. Вы ждете мужчину, ждете, ожидаете, что он там к вам будет проявлять какие-то вот чувства, то есть, что он будет там к вам как-то вот, ожидаете от него каких-то действий. Понимаете, а действий ожидать не надо. Мужчина чувствует, что вы рады, что вы, как бы, заинтересованы в нем. И именно поэтому он, возможно, так всегда ведет. А если подчеркнуть, что у вас своя жизнь, так же, как у него, это вас уравняет и вполне возможно, что это изменит его отношение к вам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.